Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю сказку, старинную персидскую сказку Саад и Саид. Было это или не было, жил на свете один падишах. Он делал много добра людям и было у него обучи оказывать помощь всякому страннику, приходящему в его страну. Однажды в город пришел Косматый Дервиш и сразу же начал разыскивать шахский дворец. Главный привратник дворца спросил его, кому тебе дело? К самому падишаху. Привратник доложил падишаху. Явился какой-то Дервиш и говорит, что у него есть к вам дело. Скажи ему, пусть войдет, приказал падишах. Дервиш вошел и сказал, обращаясь к падишаху. «О, падишах, правда ли, говорят люди, что ты даешь всякому, кто бы ни пришел в твою страну, все, что он не пожелает, что он не попросит?» «Да», — ответил падишах. «Ну, раз это оказалось правдой, — продолжал Дервиш, — я хочу попросить у тебя одну вещь. Что же ты хочешь? Я хочу, чтоб ты сошел с трона и отдал его мне на сорок дней, в течение которых я буду царствовать, как вместо тебя. Падишах подумал, что сказано, того не воротишь. Раз дано слово, то надо его выполнять». Волей-неволей он сошел с трона, возложил корону на голову Дервиша и сказал, «Я отдаю тебе царство на сорок дней, но с тем условием, чтоб ты, заяц строг, никому не чинил бы насилие». «Будь спокоен», — ответил Дервиш. Дервиш правил сорок дней и за это время с помощью всех своих знаний привлек народ на свою сторону. Потом он открыл двери казны и раздал народу все, что там было из золота и серебра. «Все, что здесь собрано», — сказал Дервиш, — «все это ваше». Когда истекли сорок дней, Падишах послал к Дервишу человека с требованием, чтобы он освободил трон. Дервиш собрал народ и объявил, «Послушайте, что говорит прежний шаг, разве он считал вас за людей? Разве он дарил вам дорогие подарки?» Народ взбунтовался, все сразу закричали. «Напрасно он требует, мы хотим не его, а тебя». Когда Падишах это услышал, он понял, что теперь ничего не сможет сделать. Он взял свою жену и двух суйновей, одного из которых звали Саид, а другого Саид. И ночью вышел за городские ворота. «Яблоко кушай, яблоко, Алма кушай, да, кушай, 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 Алма, яблоко кушай». «Долго они бродили по степям и пустыням, пока не вышли к большой реке, протекавшей у самого леса. «Отдай, отдай, отдай. На, возьми ручку, ручку возьми. Не хочешь? Хорошо». Долго они бродили по степям и пустыням, пока не вышли к большой реке, протекавшей у самого леса. Падишах увидел, что дети не смогут сами перейти на реку. Тогда он сказал жене, сначала ты перейди на ту сторону, а я по очереди перенесу детей. Жена перешла на другую сторону реки, а Падишах взял Саида на руки. Не успел он дойти и до середины реки, как из леса выбежал голодный лев и схватил Саида. Увидев его, Падишах испугался, у него задрожали руки и ноги. Он выронил Саида в воду, и река понесла его. Жена по ту сторону реки лишилась сознания. Падишаху с большим трудом удалось привести ее в чувство. Падишах понял, что он бессилен. Он не может бежать за львом, чтобы вырвать у него Саида, и не может броситься в реку, в воду, чтобы спасти Саада. «Что же нам делать?» – спросил Падишах у своей жены. «Такова наша судьба, – ответила та. – Все, что написано у нас на челе, должно свершиться. И вот муж и жена после многих несчастьей и невзгод пришли в одну деревню, и там на окраине в какой-то развалинах устроили себе жилища. Однажды мимо их дома проезжал на верховую. Он увидел жену Падишаха и был поражен ее красотой». «На, возьми палочку. Палочку возьми, на. Палочка. 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 Так вот. Где я остановилась? Однажды мимо их дома проезжал верховой. Он увидел жену Падишаха и был поражен ее красотой. «Я никогда не видел такой красавицы, – подумал он. – Ее надо отнять у того мужчины». С этими мыслями он подъехал к Падишаху и заявил, «Эй, дядя, да просит Аллах твоего отца. Жена моя собирается рожать, а возле нее нет никого, кто бы мог помочь ей. Пусть твоя жена войдет к ней, и тогда кого-нибудь. Пусть твоя жена пойдет к ней. Я тоже когда-нибудь окажу тебе услугу». Падишаха ничего не подозревает, согласился. «Что ж, я в этом не вижу ничего дурного. Иди, – сказал он, обращаясь к своей жене. Помоги той женщине, и мы таким образом добудем средства к жизни». «Хорошо, – ответила жена, – и пошла за этим человеком». «Да? Скучно тебе стало, да?» «Скоро она поняла». На палочку, на щеточку возьмем. «Скоро она поняла, что прохожий обманул ее и стала умолять его отпустить ее. Но это так тронуло его сердце, как могло бы тронуть камень. Скоро она поняла, что прохожий обманул ее и стал умолять его отпустить ее. Но это так тронуло его сердце, как могло бы тронуть камень. Сколько не ждал Падишах, он не дождался своей жены. От горя он потерял голову и отправился в деревню на поиски. Но и там он ее не нашел. Бывший Падишах очутился в таком положении, в каком бы истебной волк не бывает. И вот он отправился в путь, сам не ведая, куда и зачем придет. Много дней и ночей шел он, стуча сто в одну, то в другую дверь. Пока однажды утром не оказался у какого-то города. За его воротами собралась большая толпа людей. Расстроенный и опечаленный, он спросил у одного человека. «Почему здесь столько народу?» «У нас умер Падишах», — ответил тот. «После него не осталось наследников». «Мы собрались здесь, чтобы выпустить сокола». «Кому сокол сядет на голову, того мы и сделаем своим Падишахом». Бывший Падишах отошел в сторону. В это время выпустили сокола. Он взлетел вверх и сел на голову. Пришельца. Люди подошли и увидели, что это какой-то несчастный, опечальный человек, которому было не до таких больших дел. Тогда они сказали, этот не подходит. Снова выпустили сокола. И он снова сел на голову Падишаха, прищельца. Наконец, пустили сокола в третий раз. И он опять опустился на голову бывшего Падишаха. Его потащили с силой, одели шахские одежды, возложили на голову корону и посадили на трон. Когда он сел на трон, что тут так таить? Он начал понемногу приходить в себя. Когда шахи короновались, то они сами читали хутбу на свое имя. И вот вокруг нового шаха собрались придворные. И хотели научить его, что говорить и что делать. Как вдруг увидели, что он и сам все хорошо знает. Будто царствовал 70 лет. Прошло некоторое время, и однажды ночью Падишах вспомнил о своей жене и сыновьях. Он высчитал, что если бы они остались в живых, то Сааду было бы 18 лет, а Саиду – 16. Утром он позвал визира и приказал ему. О, визир, исполни два дела. Во-первых, вели стражи у ворот посылать в шахский дворец всякого чудесенца, который войдет в город, чтобы он одну ночь гасил нас. Во внешней части дворца. И во-вторых, собери всех 16-летних и 17-летних юношей и вели им каждую ночь дежурить до утра у внешней части дворца попарно. Одному 16-летнему и одному 17-летнему. Визир низко поклонился и ответил, что он выполнит желание, он выполнит все приказания Падишаха. В течение многих дней он так и поступил. «Всякому иноземцу, который входил в город, привратник говорил, согласно приказу его величества, эту ночь вы проведете в качестве гостя во внешней части царского дворца, шахского дворца. И каждую ночь двое юношей, 16 и 17 лет, несли там караульную службу. А Падишах заглядывал к новым прибывшим гостям и осматривал часовых. Однажды ночью Падишах поленился выйти. Внезапно, среди ночи, его разбудили крики о помощи. Падишах вызвал своего преданного слугу и спросил, откуда доносятся эти крики. Тут ответил, что со стороны внешней части дворца. Падишах повелел ему узнать, в чем дело. Слуга вернулся, через несколько минут доложил, Ваше Величество, сегодня ночью во внешней части дворца гостят мужчина и женщина. Среди ночи мужчина проснулся от чих-то волосов и увидел, что караульные, стоящие у двери, сидят на коленях у его жены, поэтому он вышел из себя и закричал. Падишах рассердился и приказал слуге, иди и отруби голову обоим караульным. Когда слуга явился выполнять приказания Падишаха, женщина стала умолять его сначала послушать ее. Дядюшка, – молилась она, – неужели вы сделали нас гостями, чтобы на глазах матери убивать сыновей? – Сначала убейте меня, а потом уже моих сыновей. Слуга вернулся и рассказал все Падишаху. Падишах велел привезти к нему гостей, и когда те явили, стал расспрашивать о происшедшем. Мужчина рассказал, «Нас по приказу Падишаха пригласили во дворец и приняли как гостей. Ночью я проснулся и увидела, что караульные сидят на коленях у моей жены. Я закричал, когда пришел слуга, чтобы убить их по приказам Падишаха. Жена нарочно, чтобы их спасти, сказала, что это Саад и Саид. Они мои дети». Когда Падишах услышал имена Саада и Саида, он повернулся к женщине. «О, женщина!» – воскликла он. «Что говорит твой муж?» «О, Падишах!» – ответила женщина. «Это не мой муж. Я была женой Падишаха от такой-то страны. Однажды пришел деревич, обманул моего мужа и занял его место. Мы вынуждены были ночью уйти из города. По дороге нам пришлось переходить через реку. Мы хотели перенести через нее наших детей, но одного из них схватил лев, а другого унесла вода. Потом мы с мужем поселились в развалинах. Этот человек проезжал верхом мимо нашего жилища. Он увидел меня и под тем предлогом, что его жена должна родить и нуждается в помощи, увез меня с собой. Я скоро убедилась в том, что он меня обманул. До сих пор он держит меня при себе насильно. Вчера, когда мы проходили мимо этого города, привратник сказал нам, то по велению, «Шаха, мы должны провести ночь во дворце, в помещении для гостей». Когда я вошла во дворец, я вспомнила своего мужа. Свою прошлую жизнь никак не могла уснуть. В это время караульные, стоящие у двери, начали беседовать. И невольно прислушалась, и услышала, что один из них говорит другому, «Друг, если ты не хочешь спать, давай поговорим. Я расскажу тебе свою жизнь, а ты мне расскажешь свою». Тот согласился. Юноша постарше начал первый. «Меня зовут Саад», — сказал он. «Ты видишь, что теперь я караульный?» Но мой отец был падишахом, обладал большим богатством и был похож на нашего падишаха. Однажды пришел какой-то девич, и с помощью обмана занял его трон. Отец, мать и я, и второй мой брат, которого звали Саидом, вышли из города. На пути нам попалась река. Отец увидел, что мы не сможем перейти реку. Он взял меня на руки, чтобы перенести через нее. Но в это время из леса выскочил лев и схватил брата. У отца задрожали руки, и он уронил меня в воду. В трех фарсалах ниже по реке меня подобрал полевой сторож и установил. Я жил у него, пока падишах не издал приказ, чтобы 16-17-летние юноши по очереди жюри лево-дворцы. Тогда мой приемный отец привел меня сюда. Когда второй юноша услышал эти слова, он воскликнул. «О, ведь ты мой брат! Я тот самый Саид, который у вас хватил лев! По другую сторону реки, по другую сторону леса меня увидел и спас от льва охотник. Он пристрелил льва, спас меня и усыновил. Вот теперь я встретился с тобой. О, падиша! Когда я услышала разговор этих юношей, то ты не знаешь, что со мной стало!» продолжала женщина. Не помня себя, я выбежала наружу и крикнула им. «Вы мои сыновья!» Затем вела их внутрь, посадила себе на колени и рассказала о своих несчастьях. Я все время отвердила, «О, мой Саад! О, мой Саид!» Как вдруг проснулся этот человек и начал кричать в это время. Как вдруг проснулся этот человек и начал кричать. В это время пришел ваш слуга и сказал, что по приказу падишаха их надо убить. Когда женщина дошла с вами в рассказе до этого места, падишах не выдержал и воскликнул, «О, женщина! Ты моя жена и мать моих детей! Тысячи благословений, что я снова встретился с вами!» Вы не можете себе представить, как были счастливы падишах его жена и его сыновья. И при виде их счастья тот мужчина затрепетал, как плакучая ива. В конце концов, падишах велел посадить его в яму, чтобы у него не разгорались глаза на чужое добро. Когда жители города узнали обо всем этом, то семь дней и семь ночей устраивали иллюминацию и украшали город. Падишах, прежде всего, послал за охотником и полевым сторожем. Благодарны за то добро, которое они сделали для его сыновей, Одного он назлачил визиром правой руки, а второго визиром левой руки. Сказка наша кончилась. Надеюсь, что так же, как Яков через 40 дней обрел потерянного Иосифа, и этот шаг нашел жену и сыновей. Наше желание исполнится. Будьте счастливы и пусть ваше желание, самые заветные, чистые желания и мечты пусть исполнятся. Пока-пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok